Антигерой этой истории достаточно уникален для страны, но проблема неадекватных звонков стоит очень остро. Ведь зачастую, как и в данном случае, несмотря на сомнения, к потенциальному пациенту выехала и бригада скорой помощи, и полиция. Для этого в развитых странах и существует номер 112. Надо также понимать, что человек, нуждающийся в помощи, может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, может вести себя неурновешенно и даже агрессивно, но он нуждается в помощи, и она будет ему оказана. Проблема наступает тогда, когда регулярные звонки поступают умышленно, и человек заведомо знает, что в эксценной помощи он не нуждается. У нас очень много случаев, когда люди звонят десятки раз, но дело не доходит до ложного вызова, мы не высылаем полицию, скорую или спасателей. Они занимают линию 112, порой в сумме, на целые часы, и другие люди могут оказаться без помощи, в которой остро нуждаются. В нынешней ситуации повлиять на них мы не можем, просто звонок никак не регулируется. Мы надеемся, что в течение года эта, так сказать, правая дыра, серая зона будет заполнена. Я говорю про тех, кто злонамеренно звонят и занимает линию 112, а не про тех, кто колеблется или сомневается в необходимости звонка. В данном случае серийный телефонный хулиган получил наказание. Специалистам кризисного центра удалось выяснить, что, позвонив и вызвав экстренной службы, он сознавал, что в помощи не нуждается. Телефонные хулиганы занимают кризисные линии, ведь сотруднику службы 112 надо определить, насколько адекватным является звонок и, главное, исключить ошибку, которая может оказаться роковой. Все это тяжелая эмоциональная и психологическая нагрузка. Надо осознавать, что и ресурсы экстренных служб, скорой помощи, спасателей и полиции не безграничны. А есть случаи, когда счет идет на минуты. Внезапный острый инсульт, массивное кровотечение, инфаркт миокарда. Чем больше происходит времени, тем больше шанс, что он останется инвалидом. В этих случаях совершенно непозволительно растрачивать ресурс, который обеспечивает такую помощь, срочную помощь, медицинскую помощь человеку, на какие-либо другие вызова, будь то, хоть по каким причинам, но если этот вызов не оправдан или еще хуже сделан злоумеренно, то это, конечно, забирает шансы на жизнь или здоровье у других людей. И сегодня в Центре экстренной медицины выдался очень сложный день. Каприза погоды вызывает очень большую нагрузку на медиков, но все специалисты подчеркивают, что если у вас есть проблемы, то надо звонить. Ведь оценить степень угрозы могут лишь специалисты, которым приходится мириться с тем, что часть вызовов оказывается ложными или хулиганскими. Михаил Владиславлев, Тойвесак, Новости Таллина.